Благотворительный фонд «Это чудо» при поддержке Министерства образования и молодежной политики Чувашии представляют социальный проект «Мой новый друг». Начало самостоятельной жизни для любого молодого человека – особый этап, связанный с решением задач разной степени трудности. Для выпускников детских домов этот период сложен вдвойне. От того, кто окружает ребенка в этот период, какую поддержку оказывает, зависит успешность его самостоятельной жизни. Если мне делают зло, я отвечаю добром. Я не могу как бы злиться, ну, отвечать злом. Я все равно отвечаю добром. Бабушка учила меня то, что если ты даешь, то ты назад к себе не забирай. Ну, тебе вдвойне это все возвратится. Надежде 16 лет. Самое время для размышлений о том, кто ты и какой ты. Что значит добро, дружба, любовь, прощение? Я простила маму, я простила своего родного отца. А вот самые близкие, это у меня четыре человека, которые меня никогда не бросали. Меня знают они с рождения, даже в одном здании родились. Вот. Ну, как бы, я как сказала, то, что я в детском доме, они всегда ко мне звонят, спрашивают, как это у тебя учеба. Весенние каникулы ребята из детских домов проводят в лагере. Говорят, смена обстановки всегда приятна. Пусть даже погода, как нынче. В лагере всегда есть чем заняться. Девочки лепят из соленого теста сову. Модный элемент декора и символ мудрости. Последнее особенно актуально. Когда не хватает собственного жизненного стажа, приходится полагаться на общечеловеческий опыт. А это и есть мудрость. Я это распределила, наверное, два года назад. То, что у меня должна быть цель, я должна ее поставить, я должна ее достигнуть. И это дело не ради семьи, а ради себя в первую очередь, а потом уже для родных. Чтобы я докажу себе то, что я не отпустила руки, несмотря на то, что я в детском доме. Я буду повар-кондитером в будущем. Буду работать, научиться и совместно работать, чтобы накопить денег, чтобы поехать потом в Питер. Я там жила 12 лет. Он для меня родной. И Чебоксары для меня тоже родной город. Родилась я в Чувашии. В 12 лет я жила в Питере с бабушкой, с мамой, с папой. Я чувствую там, как на родину приехала. Я чувствую сразу вот этот воздух. Я чувствую весь адреналин, который я ощущала в детстве, когда со мной все играли. Я даже помню, когда я научилась на велосипеде кататься в Питере. Сначала на четверть колеса, на трех, потом на двух. Надя умеет хранить приятные воспоминания и в сердце, и в фотоальбомах. Она любит фотографировать и хочет со временем выучиться на профессионального фотографа. А пока снимает, как может, для души. Иногда вот бываешь в таких местах, где вот задушу прям трогает то, что вот снимаешь эти вот снимки, потом вешаешь, просто любуешься во вспоминания какие-то. То же самое и с музыкой, но музыка мне не так уж и влечет. Скорее всего, вот фотографом буду. Я люблю и людей фотографировать, даже вот когда наши ребята поют. Они даже не замечают то, что я фоткаю, и как бы им даже нравится то, что вот как мне кадры получаются. Иногда вот люблю природу снимать. Например, когда такой снег такой идет, и просто еле, и человек просто мимо проходит, просто вот классно, прям вот эмоции передаются. На окружающих Надя сразу производит хорошее впечатление. Она коммуникабельна, доброжелательна, к старшим относится с уважением, к младшим с заботой. В вожатом в лагере с ней легко. Очень веселая, не замкнутая в себе. То есть, если я подойду, попрошу помочь, накрыть столовую, всегда отзовет, всегда поможет. И ко мне подходит, общаемся, разговариваем. То есть, человек неконфликтный, открытый, добрый, с открытым, чистым сердцем. Ей не хватает уверенности в себе. Она очень неуверенна. Иногда подходит. Очень боится рассказывать свои проблемы, держит в себе иногда все. Нужна ей поддержка со стороны. Нужно, чтобы рядом был кто-то. Сама же Надя считает, что пока еще не очень умеет выстраивать отношения с людьми. И в 16 лет это абсолютно нормально. Ведь даже мы, взрослые люди, можем не сразу сформулировать наши пожелания в этом смысле. Надя, по крайней мере, знает, чего бы ей хотелось от друзей. Просто я хочу от них уважения. Уважения, понимания. Чтобы просто вот в трудную минуту, например, просто подержали или спросили элементарно, как дела. Другом и наставником можете стать вы. Звоните 8 8352 76 68 68 8 967 476 68 68 или заполните анкету на сайте www.наставник21.ru Специалисты вас обучат, сопроводят и помогут подобрать воспитанника. Для создания видеоанкет и обучения наставников нам необходима финансовая поддержка. Помочь проекту можно, отправив СМС со словом «Наставник» на номер 3434. Стоимость СМС 50 рублей. На номер 3434. Поддержка проекта. Министерство образования и молодежной политики Чувашии. Национальная телерадиокомпания Чувашии. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного фондом президентских грантов. Редактор субтитров А.Семкин